ребят всем привет тут приехали посмотреть на новую дробилку вот сергей вот этот мужик купил себе нового новую дробилка это кстати та которую мы снимали у лёши в офисе я ее снимал прям новую чистенькую помните полистайте у меня на канале есть есть видео где мы ее даже там немножко открывали разбирали смотрели сейчас уже я думаю не будем этого делать давайте я вам покажу и и спрошу самые отзывы как чё на фоне твоей дробилки скажи первое впечатление все понравилось в принципе она по производительности получается удачная версия как скорпион 250 sd по-моему называется скорпион 250 sd есть такая дробилка мы брали их раньше в аренду как бы и так вот плюс я покупал китайские дробилки пробовал но это как бы сравнение идет потому что она просто у нее выработка больше чем у скорпиона наверно процентов на 30 на 20 где-то так получается чисто из-за того что у него такие ролики смещены которые ну пока до подачи идет она получается захватывает больше ломает ветки и за счет этого как бы у нее выработка больше придет ну а китайская как бы она вообще про него говорить ничего не буду там и гидравлика плохая и двигатели там ушатывается и как бы китайская 700 стоит боксер что-то 60 в общем боксер там все найдут там они по-разному называют там каждый свое название дает вот и ну а скорпион я уже сказал скорпиона в аренду ну мы в аренду до пробовали брали но выработками никакая и у нее нету авто реверса вот это вот ну по крайней мере у старых моей модели на про новую не знаю а это неудобно когда один человек из того чтобы делать производительность выработку какую-то до быстрее утилизировать этот кустарник тебя стоит просто и дергает там вот этот реверс вручную поэтому это как бы очень удобная функция вот именно этой дробилки то есть ты к ней практически не подходишь на бывает там когда ты уже ну реально сама уже засунул больше диаметром там ствол он не лезет там да под под застрял тебе надо вот там под вытащить это раздень такая ситуация лишний человек не требуется чтобы он паскать ветки так ребят в чем фишка я так понимаю она чуть выше середины у нее нижний ролик и верхний смещится смещением то есть когда заходит ветка она засасывает как бы за счет этого смещения она ломает ветки как бы ну если они на одном уровне стояли вода от эти два ролика то излом ветвей был бы другой то есть она ей как бы проще сломать эти ветки и засосать туда и подача сама как бы у нее идет нижним роликом чуть-чуть по затягиваю то есть и не надо какие-то там усилий чтобы засунуть туда какие-то ветки или стволы то есть ты положил допустим большие бревна да он нижним роликом подал сам засосала когда у тебя два ролика друг напротив друга он сразу будет ага из того что у него существует такая отдача ли но может там сыграть как-то да это уже как минимум опасно как бы но и здесь в этом плане попроще удачнее сделано ребят кто не заметил обратите внимание нижний ролик чуть ближе к нам сантиметров на 7 10 точно не знаю вот и вот это как оказывается очень сильно влияет вот про это серёжа говорит вот а так вообще нарекания есть вот про ты начал говорить про регистрацию гостехнодзоре регистрировать это как бы сейчас в данный момент нам месяц надо делать соответственно я пока я не зарегистрировал не получу номера ты и катать не можешь закатать я не могу так гибдд я бы зарегистрировал ее как день-два-три надо единственная проблема который столкнулся кто не знает псм это паспорт самоходной машины короче саму дробилку что там внутри как там как диски ко мне на канале забирайтесь у меня там есть видео в офисе посмотрите пожалуйста а давайте вам еще покажем чего них вообще на объекте здесь так по объекту здесь очень интересный такой заказ у них них вот такой по сути лес он там куча щепа уже лежит огромная куча и надо от мелкого полесье как правильно назвать нет мелкая полесье все это рассчитывать оставить вот такие вот красивые лесах и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...